Всем привет, с вами снова Юлиан, и это канал RC School Models. Жила-была у меня классная зарядка от компании SkyRC D100. Пользовался, наверное, ею более двух лет, с первого дня, как она появилась на рынке. Классная, офигенная зарядка с блоком питания, два зарядных порта, большой ток заряда и все функции, которые должны быть в современном зарядном устройстве. Пока пользовался я ею и жил счастливо, пока не произошло вот это. Да-да, но сразу скажу, что-то загорелась мне зарядка, это я совершил такую оплошность, поставил аккумуляторы заряжаться на ночь. Ну и как назло, когда оставишь аккумуляторы без присмотра, они загораются, воспламеняются, взрываются и так далее. Мой случай еще раз доказывает, насколько нужно быть аккуратными с аккумуляторами липа. Заряжать их обязательно только под присмотром, не оставлять их на ночь. Хранить даже, наверное, в огнеупорном ящике надо. Например, использовать старый корпус от компьютера и там же заряжать. Могу даже приложить фоточки, посмотреть, что случилось с аккумулятором. То есть он хорошо воспламенился, прожег ничуть дырку в полке. Как она не загорелась, как не сжег, я полностью мастерскую не представляю. Утром зашел просто туман дыма черного. Ужасно воняет, до сих пор все воняет. Чуть не спалил очки Fatshark, потому что они близко располагались к зарядному устройству. И также аппаратура Taranis X9. Ну и мало того, испортил еще несколько аккумуляторов, которые также стояли рядом возле... Лежали рядом возле зарядного устройства и ждали свою очередь по зарядке. Да, кстати, хочу показать. То, что зарядное загорелось от аккумулятора. Не означает, что оно не рабочее. Оно даже рабочее. Я даже заряжал аккумулятор от левого плеча. Но единственное, спалился кулер. Кулер, то есть не срабатывает, не охлаждает хорошо зарядку. Но она работает. Вот насколько классная надежная зарядка. Ну и еще повезло, когда аккумулятор, видимо, воспламенился, замкнул. Я всегда зарядку подключаю через сетевой фильтр. Сработала кнопочка-предохранитель. И, естественно, питание на зарядку не подавалось. Да вот, к чему я. После того, как я спалил удачно свою зарядку, встал выбор, что же купить вместо этого зарядного устройства. Настолько я привык к зарядному от SkyRC, что решил взять или точно такую же. Но вспомнил, что довольно-таки недавно появилась новая зарядка компании SkyRC. И она уже четырехпортовая. То есть по четыре аккумулятора. Мой выбор стал однозначным. И я выбрал именно эту зарядку. Тем более, на момент покупки этого зарядного устройства, на банке скидка на эту зарядку, там, вернее, купон написан на страничке с этим товаром, 20% скидки. То есть она вышла всего лишь 160 долларов. А так она всегда стоила более 190 долларов, стоила эта зарядочка. И очень быстро приехала. Как ни странно, за 12 дней всего лишь приехала. Супер. Но мало того, что эта зарядка умеет уже заряжать одновременно четыре аккумулятора, так у нее есть еще такие функции, которые нет у младшей сестры D100. Ну, а всем по порядку. Давайте распакуем, посмотрим. Я их уже проверил, немного протестировал. Сейчас все расскажу и покажу. Кстати, пока я ехала зарядное устройство, очень мне помогла и спасла вот такая моя зарядка, которую в основном я использую как полевую от Ultra Power. Миниатюрная классная зарядка, она мне будет тоже сделать обзор. Вещи однозначно стоящие за свои небольшие деньги. Там 36 или 37 долларов стоят всего. На каебочке много различных классных надписей рекламных. В комплекте у нас инструкция большая. Сетевой кабель. Балансировочные коннекторы. Что прикольно уже в новых версиях. Видите, провода идут вот с такими клипсами. Очень удобно сразу вставлять одновременно два провода. Всего под 60-е разъемы четыре провода в комплекте, по идее. Да, четыре. И два разъема есть под пайку, допустим, чтобы припаять свои какие-нибудь коннекторы нужные. Или крокодилы, или так далее. В общем-то, все. Ну и сама зарядочка. Зарядочка, конечно, размером побольше будет, чем ДСОТ. Но оно и понятно. Так, вот, зацените размерчики. Видите, насколько больше. Все характеристики сразу у нас написаны на передней панели. Сейчас сниму только пленочку. И почитаем вместе, что из себя представляет данное зарядное устройство. Итак, что мы видим? Дисплей на зарядке, органы управления в виде пяти кнопок для переключения между ячейками заряда. Стоп, минус, плюс, старт. В общем, как на любой другой подобной зарядке. Сразу есть описание аккумуляторов, которые поддерживаются данным зарядным устройством. Это LiPo от 1 до 6, то есть 1.6s, 4 одновременно заряжает. Литийум-феррум, литий-он, литийум-хай-ви, тоже до 6 банок. Потом далее никель-магний, никель-кадмий. Далее сразу у нас тут пишется, видите, смартфон-контрол по блютусу. То есть есть управление по блютус-модулю. Есть возможность обновлять прошивку. Ну и, в общем, как и любое зарядное устройство от SkyRC, можно подключить к вашему компьютеру. Есть специальное программное обеспечение под эту зарядку. И управлять через компьютер полностью зарядным. И также строить графики заряда. Если это вам, конечно, нужно. Но зарядка четырехпортовая, как я и сказал. Но есть нюансы. Два канала A и B могут заряжать током до 10 А. А два канала C и D заряжают током в два раза меньше. То есть до 5 А максимум. То есть эти два порта немного послабее. Впрочем, и 5 А вполне себе хватает. На этих портах мы можем заряжать какие-нибудь небольшие аккумуляторы для гоночных квадрокоптеров. Даже на максимальном токе. А крайние порты используются для более ямкостных аккумуляторов. Ток разряда от 0,1 до 2 А. Ну, 2 А это только для аккумуляторов 2S получается. Потому что общая мощность разряда 10 Вт. Но 10 Вт на каждую ячейку. Это, на самом деле, немного. Зарядка D100 тоже не слабилась быстрым разрядом аккумуляторов. Очень сильно и активно работали кулеры при разряде. И ток, на самом деле, был очень низкий. Но, в принципе, хватало. Балансировочный ток тоже, кстати, у этого зарядного устройства, как и у D100, невелик, так скажем. Балансировочный ток около 200 мА. Есть, конечно, зарядки с более крутым балансировочным током 600-800 мА. Но при использовании нормальных аккумуляторов, которые не сильно мертвые, не сильно убитые, балансировочного тока хватает, чтобы очень быстро сбалансировать аккумуляторы. Далее, на задней панели мы видим сетевой коннектор, включение-выключение и коннектор для подключения внешнего блока питания. С двух сторон также есть у нас два мощных кулера, ну и остальные коннекторы под ячейку. Также есть для каждой ячейки отдельное подключение термистера, ну, чтобы, допустим, его устанавливать на заряжающийся аккумулятор, чтобы слетить за температурой. Также есть выход USB для заряда смартфонов, планшетов и так далее, с максимальным током 2,1 А, что неплохо. Вот, в общем-то, и все. Ну и также есть PC-Link, то есть для подключения USB-шнура. Также к этому разъему можно подключить Wi-Fi-модуль от фирмы SkyRC, который подключается, в общем-то, к любым их зарядкам для управления зарядным устройством по Wi-Fi. Давайте включим зарядное и посмотрим все функции. Так, вначале предупреждения. Сразу слышим, что кулеры, не сказать, что слишком тихие, впрочем, на D100, мои кулеры, которые отработали два года, уже, наверное, в раза три громче работают, чем эти. Дисплей монохромный, разбит на четыре отдельные ячейки. Поначалу мне показалось, что, как бы, строчек маловато для визуального контроля за той или иной ячейкой. На самом деле, вполне хватает. С помощью кнопки выбираем ячейку ABCD. Далее, с помощью плюс-минус выбираем, как всегда, наш аккумулятор. Нажимаем старт. И далее выбираем, во-первых, вначале ток заряда. Далее количество банок. И также, с помощью плюс-минус, выбираем режим для аккумулятора. Обычная зарядка, быстрая зарядка, режим хранения, режим разряда и режим баланса, в котором обычно я заряжаю все аккумуляторы. Всегда только в режиме баланса. Давайте подключу какой-нибудь аккумулятор. Кстати, аккумулятор, тату, у меня и загорелся во время его зарядки ночной. Итак, подключили. Далее удерживаем кнопочку. Ну и, собственно, как на любой зарядке, активируем заряд. При этом, мы видим следующие показания. LiPo 4S, ток заряда, напряжение общего аккумулятора, время балансировки, ну и общее количество залитых миллиампер. Впрочем, как на любой другой зарядке. При нажатии кнопочки плюс или минус, как и на прошлой зарядке, мы переходим в показания напряжения по баночно. Далее, в процентном соотношении, насколько заряжен аккумулятор. Ну и, в общем-то, все. Чтобы вернуться в основное меню, нужно нажать кнопочку старт. В плане меню и функционал ничем не отличается от любого другого современного зарядного устройства подобного типа. Далее, кроме, давайте остановили зарядку, кроме того, что мы можем заряжать, разряжать, балансировать наши аккумуляторы, есть, конечно же, такие функции, как режим замера внутреннего сопротивления аккумулятора, что очень важно. И очень необходима функция для современного зарядного устройства. Вот она показывает внутреннее сопротивление 6, 7, 8 и 5 миллиом. И также есть функция батметр, то есть, можем померить напряжение аккумулятора по баночно. Общее и так далее. Ну и остальное, это уже выбор аккумуляторов. Также есть, конечно же, меню настройки самого зарядного устройства. Это выставлен таймер, когда заряд обязательно останавливается. Установлен максимальное время заряда 120 минут, после чего обязательно отключается балансировка или заряд аккумулятора, даже если зарядка не завершена. То есть, и также есть ограничение по емкости. Вот тут надо, кстати, сразу увеличить, потому что я буду аккумуляторы заряжать 5200 миллиампер. Наверное, установлю 5600. Возьмем хороший запас для балансировки. Ну и есть настройка ограничения входного напряжения. То есть, когда напряжение падает входное меньше 11 вольт, зарядка не будет заряжать аккумуляторы. Но, кроме того, что можно, конечно, вручную все это управлять, заряжать и так далее, это, как по мне, оказалось очень удобным приложением для смартфона при подключении по Bluetooth к зарядному устройству. Сейчас я вам продемонстрирую. Приложение называется SkyCharge. Можно скачать на официальном сайте, скопировав QR-код. Ну и, в общем-то, перейдете по ссылке для скачки. Ну или можно найти сразу в PlayMarket данное приложение. Так, вот, нашел сразу Bluetooth-устройство. Bluetooth постоянно включен на зарядном устройстве. Сейчас произойдет соединение. Управлять по смартфону очень удобно данной зарядкой. Итак, само по себе приложение очень простое. На самой верхней панели приложения мы видим переключение между ячейками зарядного устройства. Далее, в левый столбик, это выбор аккумулятора. Липо, литий-Ом, литий-эферум, да, оставляем липо. По средине это выбор количества банок, 4S. Ну и справа это режим заряда. Установим баланс, да. Также есть сканер для аккумуляторов с технологией BAT-GO для сохранения и внесения в базу параметров заряда аккумулятора, типа этого. Но у меня таких аккумуляторов нет. Сейчас попробую просканировать код на... Да, то есть он не определяет этот код, потому что у меня обычные аккумуляторы. Вот, нажимаем Next. Выбираем ток заряда. Все, заряд пошел. Вот такое зарядное табло, на котором нам показывает, опять же, аккумулятор, количество банок, ток заряда, вольтаж, емкость или количество миллиампер, которое было залито в аккумулятор. В процентном соотношении заряда аккумулятора, температуру, но температуру показывает по умолчанию 24 градуса, потому что не подключен датчик. Ну и, в общем, это показывает побаночный заряд каждой банки. После того, как будет балансировать, также на этом дисплее будет показывать, какая банка балансируется в данный момент. То есть вы всегда будете знать, какая банка отстает, которая быстрее заряжается или которая быстрее, долго заряжается. В общем, можно будет следить. И также можно переключаться в другие следующие ячейки. И активировать следующий зарядный цикл для другой ячейки аккумуляторов. Единственное, чего не хватает в приложении для Android или для iOS, как по мне, это то, что нельзя строить графики заряда, разряда аккумуляторов. Как это можно делать в программном обеспечении для компьютера. Хотя не знаю, что мешает добавить такую функцию. Также есть программные настройки зарядки через смартфон. Здесь мы также, как и в том меню, можем поменять максимальное время, когда будет останавливаться заряд, максимальная емкость, температурный режим. Также можно отключить проверку подключения балансировочного разъема. То есть, знаете, допустим, такой нюанс, когда заряжаете какой-нибудь аккумулятор в режиме просто без балансировки, то нужно будет постоянно подключать балансировочный провод. Если вы, допустим, будете использовать аккумулятор либо без балансировочного, или, допустим, аккумулятор от очков от шарка, у которого нет среднего провода для балансировки, то зарядная не начнет зарядку. Поэтому нужно будет убрать эту галочку, чтобы не было проверки подключения балансировочного разъема даже в режиме просто черч. Приложение функционалом, конечно, не блещет, но довольно-таки удобно. Ну и теперь давайте, наверное, что я сделаю. Обязательно сейчас обновлю прошивку зарядного устройства, потому что неизвестно, какая прошивка тут залита. Кто его знает, зарядка с первой партии, не с первой партии. Она, конечно, не прямо такая новинка, но вышла относительно недавно. И покажу приложение для компьютера, для управления данным зарядным устройством. Для того, чтобы скачать приложение, переходим на официальный сайт skyrc.com, заходим во вкладку «Зарядное устройство», «Показать все продукты». Находим нашу зарядку Q200, переходим по ссылке, далее переходим в вкладку «Софтом». Да, кстати, посмотрел этот мануал, оказывается, для мобильного приложения также доступна функция графиков и даже замер внутреннего сопротивления аккумуляторов через смартфон. Но это только при покупке вот этого Wi-Fi-модуля. То есть, хотите еще графики на смартфоне, пожалуйста, покупайте Wi-Fi-модуль, а через Bluetooth мы вам ограничим возможности и оставим только основные. Хитрожопые китайцы, ладно. В общем, какой софт нам необходим? Мастер для зарядки Q200. Вот, кстати, предложение отдельно Q200 для смартфона. Я его скачивал, но совершенно идентично тому, что я вам показывал. В нем других функций нет. И также есть обновлялка для зарядного. Ну, обновиться можно также через Churchmaster. Программка выглядит вот так. Необходимо подключить сетевое питание к вашему зарядному и подключить к USB. Итак, какие функции имеем через это приложение? Во-первых, мы можем выбирать вид аккумулятора, далее количество банок, режим заряда или разряда, ток заряда, ток разряда, ну и активировать заряд. Для этой ячейки в компьютере будут рисоваться графики заряда или разряда. Также чуть правее мы видим общие напряжения, по баночным напряжения, ток заряда, залитых миллиампер, температуру зарядного устройства, температуру аккумулятора неизвестное, и время цикла заряда. Вот, в общем-то, и все. Не сказал бы, что слишком полезное вот это приложение, но иногда вот, чтобы посмотреть график заряда аккумулятора, может быть полезным. Или, например, вот моему товарищу казалось полезным это приложение, разбил на простой дешевой зарядке от SkyRST экран, поэтому благополучно пользовался приложением через компьютер, подключив зарядное устройство к USB. Итак, я хотел обновить программное обеспечение самозарядки. Вот в этом окне тут есть все те же самые настройки, что и в смартфоне, что и в сервисном меню зарядного устройства. Вот в этом окне мы можем проверить последнюю версию. У меня установлено 1.09, то есть обновлений для этого зарядного устройства пока нет. У меня стоит самая свежая прошивка. Ну и если вдруг, допустим, найдет прошивку, вот тут в окне будет указываться, какая прошивка и номер прошивки, необходимо будет нажать кнопочку Update и все. Обновляется зарядка очень быстро. Ну и также есть отдельная вкладка Program, где мы можем запрограммировать определенные ячейки для тех или иных аккумуляторов, чтобы быстро перейти в тот или иной режим заряда для того или иного аккумулятора. В общем, может быть полезным на самом деле. Вот, в общем-то, и все. Ну а по итогу, что могу сказать про зарядное устройство? Простое, классное, надежное зарядное устройство без лишних функций, без лишних заморочек. Все необходимые функции для заряда-разряда аккумуляторов, а также для ихнего тестирования есть. Управление со смартфона есть. Может оказаться очень полезным. Это даже не просто зарядка, это целая зарядная станция для ваших аккумуляторов. Я думаю, вот такая зарядка – незаменимая вещь для дронрейсеров, особенно если вы находитесь на соревнованиях, быстренько втукнули 4 аккумулятора свои и зарядили. Просто спасет вам много времени, а также место в вашем чемодане или рюкзаке, потому что размеры зарядки не сильные и большие, а вес превышает чуть более килограмма. При этом никаких лишних блоков питания, ничего. А если еще учитывать сегодняшнюю цену со скидкой на это зарядное устройство, то это просто без вариантов, без аналогов. Это то, что необходимо вам и особенно лично мне. В общем, на сегодня все. С вами был Юлиан. Пока. Увидимся в следующем видео.